Ольга Фёдорова за свою жизнь спокойна. Газовое оборудование и вентиляция в её квартире работают как надо. Дважды в год к женщине приходит мастер газовой службы. Проверяет, нет ли утечки голубого топлива и рассказывает, что нужно делать в случае опасности. Если нет замечаний и неполадок, хозяйка подписывает соответствующий акт. Они всё рассказывают. Я очень много задаю вопросов, потому что я боюсь очень утечки газа. В связи с сегодняшним положением в нашей стране очень много взрывается. Даже если бы они ходили ещё чаще, я бы даже рада была. Специалисты газовой службы и государственной жилищной инспекции проверяют дома на утечку газа досконально. Начиная от трубы рядом с подъездом, заканчивая соединениями у плит и газовых колонок в каждой квартире. Кроме этого смотрят, есть ли тяга в системе вентиляции. Мы отвечаем, в каком случае, если есть угроза жизни населения. Самое основное нарушение – это отсутствие тяги. Зависит от чего. Допустим, гражданин взял и сделал себе вентиляцию принудительную. То есть это запрещено. Правило, если существует там дымоход и вентоканал, должна быть естественная вентиляция. Причину утечки газа специалисты устраняют за пару дней. Если не работает вентиляция, за дело берётся управляющая компания. Всё это обследуют, прочищают. Обязательно с этим собственником подписывают акт выполненных работ. У нас вот, например, было вчера вот только такой случай. Птица упала. И жители очень были беспокойны, потому что крылышками там. В этот же день приехали, они очень были благодарны. Живую птицу вытащили. Проверка домов на утечку газа ведётся по графику круглый год. Существует комплексный договор, при котором домоуправляющая компания заключает комплексный договор на обслуживание едновременно как внутридомового газового оборудования, так и внутриквартирного газового оборудования. Договор на ВДПО. Что это такое? Это договор на обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов. Также на проверку системы вентиляции. В данном случае собственники также участвуют частично. Они обеспечивают доступ в помещение для проверки части системы. На этот раз представители газовой службы и ГЖИ комплексно проверили 27 домов на 116-м километре. Нарушений и неполадок не зафиксировали. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.